13.06 в Кирове на 101.fm. Особое мнение. Сегодня напротив меня Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар». Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Так слово «напротив меня» прозвучало почти как «против». Я так напрягся, думаю, ну, Юль, мы сегодня с тобой сцепимся вообще. Да нет, мне кажется, у нас с вами всё гармонично. Так, давай, слушай, во-первых, скажу, да, скажу, здравствуй. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем, всем, всем приятного аппетита. Ну что же, Николай, давайте, наверное, начнём с Великорецкого крестного хода. Мы вчера обсуждали эту тему в дневном развороте, и интересно мне ваше мнение. Вот приезд патриарха Кирилла на водосвятие, на Великорецкий крестный ход. Уже многие СМИ вчера написали, многие паломники писали в своём фейсбуке о том, что верующих на водосвятие пропускали через рамки, о том, что огородили эту территорию, на водосвятие смогли попасть далеко не все. То есть это, по их оценкам, 2-3 тысячи человек, при том, что из Кирова вышло 28 тысяч человек. То есть порядка 25 тысяч паломников остались просто за забором и не смогли поучаствовать в церемонии, ради которой они все шли. Ваше отношение к этому? Ну, понимаешь, что я хочу сказать. Буквально, наверное, недели три назад в этой же студии, правда, вот тебя-то не было, была Света Занько, мы как раз в преддверии этого визита обсуждали, что это будет, что от этого ждать и что из этого получится. Это, к сожалению, тот самый случай, когда всё получилось так, как мы говорили. То есть я тогда сразу сказал, что к нам приезжает некий федеральный министр по отношениям с Богом, да, причём достаточно высокого статуса, так как Православная Церковь у нас давно уже не сильно отделена от государства, а фактически является его частью, да, в перекор нашей Конституции. То, соответственно, всё, что связано с приездом такого иерарха церковного, такого ранга, это то же самое, что если бы к нам приехал, скажем, заместитель Дмитрия Медведева, вот как раз по этому самому общению с потусторонними силами, да. И всё, что с этим обычно это сопровождает, всё это обычно происходит. Вот эти все понты, да, вот этот там, кортеж, 13 машин, там, вертолёты, там, зачем там вертолёты, я не понимаю. Ну что, это, что он с небес, что ли, прилетел, да? Ну совсем за лохов нас считает, я не могу понять. Ну вот эти все понты, они как раз связаны с тем, что приехал к нам министр по делам вот таким-то. И всё было связано именно так, как бывает обычно. Все эти рамочки с металлоискателями, вся эта милиция поднята, к нам приехал на самом деле, если брать по конституции, руководитель общественной организации. Всего лишь. Всего лишь. Мне ещё крайне вот интересно, это всё довольно-таки затратное мероприятие, да. Те же аренды вертолётов, насколько я помню, штука очень недешёвая. Кто это оплачивал банкет, я даже не знаю. Как бы с одной стороны не хотелось бы в этом разбираться, с другой стороны бывает обидно. Потому что если в этом задействованы бюджетные деньги, то я категорически против. А вот телеграм-канал Вятский Шептун писал, что приезд патриарха обошёлся региону в сумму порядка двух миллионов долларов. Кто платил за это всё, ну, к сожалению, неизвестно, мы с вами судить не можем. Но здесь же вопрос в том, что крестный ход – это для паломников. Это для людей, которые прошли 90 километров в одну сторону, которые вставали в 3 часа утра, шли по грязи, по дождю, по солнцу. Это сложно. То есть это просто сложно. Это называется подвиг вообще-то. И для людей, которые дошли до Великорецкого, то есть они все ждали этого водосвятия, для них это действительно праздник и то, что придаёт силы. И, по сути, их лишили этого праздника. Они попали на политическое шоу. Я ещё раз говорю, к нам приехал, на этот праздник приехал большой начальник, поэтому устроили шоу. Причём здесь верующий, причём что-то ещё. Думаешь, об этом кто-то думал? Я думаю, да нет. Это всё как обычно. Когда приезжает там любого такого уровня начальник, никого не тревожит, что происходит вокруг. Перекрывают улицы совершенно спокойно, да? Ведь не только же для патриарха перекрыли улицу. Вертолёты летают, если приезжают, там премьер куда-нибудь в район едет на какое-нибудь предприятие. То же самое здесь. Никого не тревожит, что там вокруг. Это шоу. Причём шоу с таким уже ясно политическим оттенком. Так ведь у нас же выборный год. И выборный сезон в том числе. Поэтому ты говоришь как бы с точки зрения верующих, но я ещё раз говорю, что эти интересы никого не колыхали, когда это планировалось всё абсолютно. Главное было появиться вместе с патриархом для нашего губернатора. Вместе, да, и для Марка для нашего тоже, потому что это их, Марка, это же начальник, да? Всё остальное, как оно будет и как это, кто воспримет, их совершенно не касалось. Что мы, собственно, и увидели. А эффект от этого всего? Эффект? Ну, с одной стороны, понимаешь, что значит вот все встречи губернатора с чиновниками высокого ранга, раз уж мы относим его к чиновникам высокого ранга, это сигналы. Сигналы не нам с тобой. Мы с тобой тут никак этот сигнал не воспримем. Сигналы политическим элитам? Что, мол, ребята, если у вас есть какие-то мысли насчёт того, что со мной тут потягаться, да, то смотрите, православная церковь будет за меня. Вот этот сигнал, да? То есть вы уже часть электората у меня никак не получите, потому что приехал Кирилл и сказал, у вас хороший в Рио губернатор, да? Вон какой хороший, даже меня уговорил к вам приехать. Это сигнал именно элитам. Что касается добавить ли это популярности в народе, например, нашим уже губернаторам, да, то ты сама на этот вопрос ответила, вот когда говорила о том, что да, паломники прошагали 90 километров, причём это же акт веры, да, то есть это очень интимная вещь на самом деле. А попали на шоу политическое? Я не думаю, что они были этим довольны, особенно те, кто остались за забором и не попали, собственно, туда, куда шли. То есть они шли для определённой цели и их этой цели лишили. Поэтому популярность это, безусловно, не добавят в этом смысле. Но опять же говорю, это никого не интересует. Потому что сейчас пока идёт вот эта предвыборная кампания на уровне вот этих междоэлитных противопоставлений разборок, там меряются этими так называемыми пиписками своими, да, у кого там длиннее, у кого короче. Вот у него пока длиннее. Ну хорошо, а вот то, что вы сравнили приезд патриарха Кирилла с приездом, ну там, зама Медведева, да, по связи с Богом? Вообще оно всё это стоит того? Я понятия не имею. Понимаешь, меня всегда смущает вот это. Да, вот, кстати, вот интересная вещь, я просто так вот, посмотрев видео с приездом, с прилётом, Кирилл, интересно ради, заглянул, а как, собственно, ездит Папа Римский, да? У Папы Римского вообще-то... Я думаю, что у него нет вообще кортежа. Вот, у Папы Римского народу-то, скажем так, в духовном подчинении поболее будет. Это же целый католический мир, огромный, это огромная просто церковь. Тут православная, она просто меньше, менее масштабна. Ты знаешь, нет ничего подобного. Этот Пап-мобиль, да, такой забавный довольно-таки, причём люди вокруг всегда, вот, Пап-мобиль едет вокруг, люди не мешают ему даже ехать, но он видит с небольшой скоростью, он общается с людьми, он что-то говорит им, осеняют их крестным знамением, так далее. Вот это я понимаю. И Папу любят. Искренне любят Папу. Даже не католики эти любят. Ну, если вот оценивать любовь, да, мне кажется, что Патриарха Кирилла тоже любят. Я думаю, да. Именно отношения просто верующие. Я думаю, что те верующие, которые увидели вот это шоу, они сейчас более критично будут к нему относиться. Это было всё сделано совершенно напрасно, в этом плане какой-то большой любви к нему не появится. Ну, когда садится вертолёт, там падает оградка у школы, знаешь, ну, господи. Там, говорят, даже футбольные ворота спилили. Ну, это на всякий случай заранее. Ну, да-да-да, заранее, чтобы не приводить к спорту чего-нибудь. Ну, всё не предусмотрели, что-то всё-таки упало, потому что, знаешь, сила-то у винтов довольно-таки могучая, да, ветер-то хороший поднимается. Летал, когда-нибудь в вертолёте? Нет. Вот, а я в детстве летал, мне так нравилось, когда закрутят всё это вокруг, реально там степь, всё это. Лежмя ложится вся трава, это очень сильный ветер, конечно. Красиво. Ну, что же, вот на этом, наверное, я предлагаю нам уйти на небольшой перерыв. Буквально через минуту вернёмся, это особое мнение Николая Голикова. Мы возвращаемся в эфир, меня всё так же зовут Юлия Афанасьева, в этой студии всё так же Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товары». Это его особое мнение. Вот, чтобы уже закрыть окончательную тему с приездом Патриарха и с тем, как это отразится на рейтинге нашего текущего губернатора, вот, Николай, хочу спросить, отслеживали ли вы, как освещался визит Патриарха и как отработали этот информповод пиарщики губернатора? Я не думаю, что работали пиарщики губернатора, потому что, суть по всему, работали пиарщики в основном самого Кирилла. Поэтому картинка сложилась такая, всё, что видели про нас в России, это очень в нейтральных, скорее, благожелательных тонах, ну, без подробностей насчёт перекрытых улиц и всего прочего. Всё, что проходило по информпотокам в Кировской области, как раз наоборот. Шла в основном вся вот эта негативная картинка, то есть пиарщики губернатора в данном случае, видимо, ещё не начали работать. А почему? Это же должно работать на имидж губернатора, да? Но в итоге во всех местных СМИ вышла информация о том, а как это всё-таки было устроено. Как это было, да, и самая такая нейтральная, как бы, оценка, самая такая ласковая оценка, что противоречивое чувство вызвало от приезда Патриарха. Противоречивое. Это самое мягкое, что было сказано, в основном было гораздо жёстче. Почему не сработали пиарщики губернатора? Ты знаешь, что сегодня прошла информация, что пиарщики только что назначены ещё у него. Сегодня коммерсант напечатал, что в администрации президента утвердили список пиарщиков для губернатора. Есть информация, она есть в сети, посмотри, пожалуйста. Назначили, кто будет заниматься кировским губернатором, так что, я думаю, они, наверное, ещё просто чемодан не распаковали, не успели. Нет, подождите, а те, кто уже работает? Я не знаю, может, их поменяли, там, ну как, ещё шампанского и бап сменить, знаешь, вот такой роскош. Нет, я не знаю. Какие-то вялые попались, может быть, пиарщики. Я не знаю почему. Сегодня сообщение прошло про администрацию президента, вполне уважаемое, со ссылками все необходимые источники, с фамилиями, с названиями фирмы и так далее. Ну хорошо, сейчас я загуглю, пока мы с вами разговариваем. Да, хорошо, давайте обсудим ещё визиты в Рио губернатора в районные центры. Ну ведь это же из той же оперы, понимаешь? Я сейчас просто тебя прерву. Мы говорим о том, что должны же работать пиарщики, да, должен же работать губернатор на свой имидж, у него же выборы и всё. У меня такое ощущение, что они пока ещё не начали вообще работать на выборы. И вот, как я говорил ещё зимой, вот тогда вообще предположения были такие дикие, да, вот сейчас я смотрю, что так всё и есть. Они вообще уверены, что они на федеральном ресурсе здесь проскочат, потому что, похоже, они, вот понимание того, что выборы надо всё-таки пройти как-то, да, у них вообще нет. Они как-то вот такое ощущение, что они понимают, что выбор – это некая процедура, да, в которой нужно участвовать, в которой нужно что-то делать. Вот. Они просто тратят время пока, просто так. Я не знаю, может, вот приедут на сами вот эти ребята-то из полилога, может, они и объяснят, что это всё неправильно. То есть пока время тратится напрасно как-то, Минченко-консалтинг написали, обзор, они назвали это как «Сказка о потерянном времени». Вот она происходит сейчас в Кировской области, в чистом виде, тут Минченко прав. Вот смотрите, я хотела обсудить визит конкретно в Яранск, потому что как раз по Яранскому району есть такая очень эмоциональная обратная связь от Вадима Кабанова. Фонд «Земля Вятская». Да-да-да, «Земля Яранская», он написал на эту тему блог, который забрал к себе на площадку «Красный наблюдатель». И вот как раз Вадим очень эмоционально пишет о том, что, во-первых, никто не знал о приезде в Рио, на этот приезд, видимо, согнали просто бюджетников, нигде это не анонсировалось. Он пишет, что он там просочился и какие усилия он для этого предпринял, о том, что в Рио не отвечал ему на острые вопросы, а если отвечал, то это было как-то совсем не по теме и граничило с хамством. Вот вы уже сказали про сказку о потерянном времени, но, в принципе, встреча в районе, встреча закрытая для СМИ, где нет ни одного журналиста. О том, что будут бюджетники в районе, это освещать в своих фейсбуках, но я думаю, что это сильно вряд ли. Почему по-человечески-то с ними не поговорить? Вот это опять к тому же, человек просто не готов. Он не готов, он бы, может быть, и рад бы поговорить с ними по-человечески, вот в данном формате, да, на самом деле формат-то интересный. То есть из тех людей, которые в зале, даже если кто-то и ведет, там, какую-то страничку, там, в какой-нибудь социальной сети, он ничего плохого не напишет, просто исходя из своего служебного положения, потому что иначе он просто потеряет работу, условно говоря, или получит неприятности. И вот уже в таком-то формате, когда все свои, да, и даже если кто-то прокрался, там, типа, вот этого Вадима Кабанова, там, незамеченным, да, и задает провокационные вопросы, на них можно отвечать совершенно спокойно, не боясь того, что там... Ну, что это выйдет куда-то за пределы, да. И, понимаешь, вот я еще это заметил на нашем сети с журналистком, когда эти вопросы-то практически невинные задаются, но человек на них не отвечает. Он не умеет. Нет, ну, когда вопрос задают журналисты, мы понимаем, что все это выйдет в публичное пространство. А вот когда в публичное пространство выходит та штука, что он не отвечает на вопросы или хамит в ответ на вопросы, да, это ведь еще хуже. Лучше неудачно ответить, чем не ответить вообще. Я как, все-таки, пиарщик с опытом могу сказать точно. Говорить надо. Надо говорить всегда. Тем более, когда встреча, когда люди приехали, и это, безусловно, встреча уже входит в предвыборный цикл, я не уверен, что он за эти три месяца успеет доехать до иранского района еще раз. У нас 39 районов. У нас 39 районов, и есть некоторые подальше. И так бездарно проводить эти роды встречи, это просто, конечно, на самом деле, та самая сказка о потерянном времени, которую мы сегодня упоминали. А то, что он не умеет говорить с людьми, это мы уже видим. Он либо говорит то, что выучено уже, да, то, что уже там десятый, двадцатый, тридцатый раз он повторяет. Про отделение гемодиализа. Да, 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 вот то, что уже заучено, то, что хорошо, как только кто-то выходит за рамки, причем даже доброжелательно может быть, но в иранске очень много проблем, почему людям не спросить об этих проблемах? Это один из самых проблемных наших районных центров. И ехать туда, будучи не готовым отвечать на вопросы по иранским проблемам, это, конечно, это огромный минус для Игоря Васильева. Потому что, ну, нельзя, нельзя так тратить время, нельзя. Мы с вами уже говорили в этой студии о том, а как, собственно, побеждать в районах, да, то есть как объяснить людям, которые вот буквально год назад голосовали за Белых, и какую аргументацию использовать, что теперь нужно проголосовать не за Белых, а за Васильева, потому что мне кажется, что аргумент Белых плохой, он уже не работает. Вот эту аргументацию Вы видите? Вот опять же вспоминая тот же отчет Минченко, там очень хороший термин, есть такой медовый месяц. Медовый месяц у губернаторов, назначенных в 16-м году, когда все можно было валить на то, что было раньше, он закончился. У них очень сложная ситуация в этом плане выборная. А новой повестки у них нет. Вот смотри, у нас были праймерис Единой России, да, в мае, хоть они были и в закрытом режиме для губернаторов, то есть там не мог кто-то со стороны появиться, поэтому были только прикормленные люди. Тем не менее, праймерис можно было использовать как площадку для того, чтобы создать новую повестку дня. Они освещались широко, и если бы губернатор на праймерис выступил с определенной программой, да, вот как там пять лет мы будем жить, он бы задал новую тему для обсуждения, и было бы о чем говорить, и было бы в чем убеждать избирателей главам тех же районов, что вот мы сделаем то-то, то-то и то-то. У нас получается так, что эта программа появится только в августе, как объяснил господин Быков, она появится только в августе. Вот. Он объяснил, как она будет строиться, и я понял, что это не новая программа, это просто взято то, что при Никите Юрьевичу было хорошо. Вот давайте мы вот этим и займемся, чтобы, по крайней мере, то, что было хорошо, не стало хуже, да, то есть там развитие молочной промышленности, развитие свиноводства, общественные инициативы, да, Всемирный банк, КПМ и так далее, образование, то есть это все, что было, делалось при Никите Юрьевича, вот. И теперь, когда ты предлагаешь делать то, что делал твой предшественник, которого ты до этого утоптал, урыл, да, и превратил полностью в что-то такое непонятное, которое только в долгие область загнал, вот тут вообще начинается полный когнитивный диссонанс людей. То есть они уже не понимают. Это очень сложная ситуация, на самом деле, для губернатора и его команды. Им надо немедленно и очень быстро, конечно, какую-то повестку дня создавать, чтобы было о чем разговаривать, и чтобы было как агитировать. Потому что говорить о том, что за счет факта назначения Путиным он эти выборы пройдет, это очень легкомысленный подход. Очень легкомысленный подход. Потому что не факт, что вот, если так будет продолжаться, если будут такие же вот неудачные массовые акции, типа того же Великорецкого хода, там чего-то еще, там 9 мая, как у нас прошло ужасно, и так далее, если будет множиться это число, то люди просто могут не проголосовать. И начнут голосовать за кого угодно, вплоть до технического кандидата какого-то, да. У нас же есть муниципальный фильтр, то есть сильные игроки наверняка его не пройдут, но кто-то пройдет. Должны быть два участника выбора. Ну что же, даже Крепостнов не пройдет муниципальный фильтр. Подожди, пока, до Валерия Васильевича пойдем попозже. То есть должен быть в любом случае второй участник, то есть кто-то будет техническим кандидатом для того, чтобы выборы состоялись. Для того, чтобы состоялись. И вот, извини, у нас уже в районах, я рассказывал, был такой случай, когда для технического кандидата мужчина свою жену попросил, да, чтобы просто выбраться. И она случайно победила. И она случайно победила, именно потому, что люди, посмотрев на него, поняли, что раз это полная ни рыба, ни мясо, а она, мы еще не знаем, кто так, и мы за нее проголосуем. И эта ситуация, она вполне предсказуемая, она может случиться. Так что те, кто считают, что можно проехать на федеральном ресурсе, они сильно ошибаются. И вот такие встречи, как в Иранске, это говорит о том, что они на самом деле сильно ошибаются, он оставляет негатив после себя. Люди не понимают, за кого они пойдут голосовать в сентябре. А в какой процент вы оцениваете вероятность того, что вот это вот может произойти? Это что? То есть, что люди проголосуют за альтернативного кандидата, вплоть до технического. Мы говорим о чем? Что избирательная кампания в Кировской области, на самом деле, еще не стартовала, хотя должна была бы уже. Вам не кажется, что она уже провалилась? Вот такое ощущение возникает, да, что они еще не начали бороться, уже проиграли схватку. Но на самом деле она у нас просто еще не началась. У нас она официально, во-первых, не объявлена, да, то есть у нас когда 8 июня, по-моему, ЗАГС собрания собирается объявить губернаторские выборы, да. Соответственно, вот они будут объявлены, начнется с травы. Но май традиционно всегда и всюду использовался вот для этих целей, потому что люди еще более-менее находятся. Они еще в городе, по крайней мере. Они еще где-то в городе, где-то на месте, они еще не свалили на летние свои там поездки и так далее. Май в данном случае не был использован совершенно. Это уже при том лимите времени, который есть у человека год назад назначенного, да, это, конечно, расточительство просто чистой воды. Каковы шансы, что люди проголосуют за технического кандидата, это будет ясно уже, конечно, ближе к сентябрю. Потому что есть же у нас еще три месяца впереди еще, можно попробовать что-то сделать. И это также зависит от того, насколько вот эта коалиционная работа произойдет в оппозиционных партиях. То есть смогут они выдвинуть единого кандидата, о котором так много говорили, либо не смогут. И этот кандидат единый, если даже будет выдвинут, сможет ли он пройти муниципальный фильтр у нас? Но вопрос еще в том, кто будет этот человек. Вот, здесь уже мы идем к чему, что некоторые считают, что реальным кандидатом, оппонентом является Мамая. Сергей Павлинович. Ну, федералы почему-то так считают. Некоторые считают, что таким реальным вполне кандидатом является наш лидер НДПР Кирилл Черкасов. Я полагаю, что вероятнее всего в качестве единого кандидата ни один из них для Кировской области не очень подходящий, потому что они уже очень много светились и очень много раз не выигрывали, а проигравший есть проигравший, у него психология проигравшего. Но, так сказать, залет человека со стороны вполне вероятен, как говорят, черный лебедь залетит на нашу политическую поляну. Это вполне вероятно. Ну, то есть вы имеете в виду человека из Москвы, варяга из другого региона? Это может быть не варяг, это может быть, так называемый, возвращенец, кто-то из вятских, который где-то там поработал в Москве, достиг чего-то, вернулся обратно, либо где-то еще. Это может быть. В любом случае, как разделятся голоса, будет зависеть от того, кто будет противостоять Васильеву. Это маловероятно. Валерий Васильевич, как оппонент, это Единая Россия, чтобы сама с собой боролась. Ты это себе представляешь как-то. Ну, мне кажется, амбиции Валерия Васильевича выходят далеко за пределы. Они выходят далеко за пределы всего, но я думаю, что Валерий Васильевич у первых человек трезвомыслящий. То есть тогда будет, вот у нас, когда 10-го будет съезд Единая Россия, тогда 10-го числа съезду будет предложена его кандидатура, а вот он не участвовал в праймерис по-губернаторски, губернаторски. Он участвовал в праймерис городский. Это уже будет нарушение внутрипартийной дисциплины. Поэтому это маловероятный сюжет. Валерий Васильевич, насколько я знаю, успешно решил проблему в Москве со своим назначением главы города. Вот это, насколько мне известно, есть. А насчет более высоких амбиций, видимо, он решил пока их отложить на потом. То есть у вас есть информация, что вопрос по мэрству для Валерия Васильевича практически решен. Ну, помнишь, в августе, в сентябре прошлого года шла такая информация, шли вбросы, что он будет избран главой, назначен, так сказать, главой администрации. Да, 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 помню, мы с вами обсуждали это в эфире. Но тогда, насколько мне известно, это все согласуется на небесах. На небесах сказали, что он не обладает некоторыми качествами человеческими, которые нужны для главы города. В том числе, недостаточно, может, управляя, может быть, вспыльчив через чур, самоуверен и так далее. Но я думаю, что человеческие качества можно в себе перебороть. Человек он сильный. Я думаю, что он сумел убедить тех, от кого зависит принятие решения, в том, что он способен все эти негативные свои черты победить. И, насколько мне известно, сейчас выбор в городскую думу будет избран депутатом и будет избран главой города. Ну вот на этом я предлагаю Николаю уйти на перерыв. Пока мы с вами разговаривали, у нас на сайте появился вопрос от Александра. Я думаю, что вам его задам во второй половине программы после рекламы. На небольшую рекламу сейчас уходим. Это особое мнение Николая Голикова. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». И я вам сейчас задам вопрос от нашего слушателя Александра. В перерыве не показывала. Подготовиться не дала. Не показывала, не дала подготовиться. Итак, Игорь Васильев не отвечает тем чаяниям Кировской области, которые она возлагает на кандидата на пост губернатора. Нельзя ли, чтобы общественные организации собрали подписи и направили Путину письмо, чтобы он немедленно, тут три знака воскресцания, отозвал кандидата и прислал подходящего? Это вообще, конечно, классно. Но в чем я совершенно согласен с Александром, с автором вопроса, что человек, конечно, в матрицу ожиданий кировчан никак не вписывается. Это видно. И, по-моему, еще к тому же и не особо хочет вписываться. То есть он предпочитает действовать как-то самостоятельно, не соотносясь с тем, что от него ждет. Но это, понимаете, эта ситуация, она возникает на каждых выборах. Мы каждый раз оказываемся в такой вот... Мы приходим в магазин, да? Мы приходим в магазин, но мы покупаем не то, что нам нужно, а то, что нам дают. То, что нам дают. Условно говоря, там, арфы нет, возьмите бубен, да? Вот арфы на Кировской области опять-таки не нашлось. И я всегда в таких случаях говорю, что еще задолго до того, как вообще встанет вопрос о том, что нам кого-то там назначат или кого-то нам пришлют, надо в области вычислить, рассчитать, просчитать запрос на того, кто нам нужен. Это же рассчитывается, мы же все чего-то ждем. У нас у всех есть ожидания. Так давайте ожидания эти проявлять губернатору не тогда, когда мы за него уже проголосовали, да? А еще до того, как... Ну, мы-то за него еще не голосовали. Давайте ходить в магазин за тем, что нам нужно, а не за тем, что нам там дадут. Вряд ли Владимир Владимирович отзовет Игоря Владимировича Васильева. Это маловероятное событие. Единственное, о чем можно реально просить в федеральный центр, администрацию президента Сергея Кириенко, чтобы они дали неформальное добро на проведение в Кировской области конкурентных выборов, да? Чтобы на самом деле нежизнеспособная кандидатура Васильева в честной борьбе проиграла какой-то более жизнеспособной кандидатуре, которая, может быть, будет больше соответствовать ожиданиям Кировчера. Вот это может быть реальным. Но опять-таки мы понимаем прекрасно, что без добра данного сверху ни один серьезный кандидат на такие выборы не пойдет. А просить-то кто должен? А вот просить должны все по своим возможным каналам. Я по всем своим каналам уже об этом попросил. То есть подписи собирать и написать? И подписи собирать, и подписи. Все, что возможно, нужно делать. Нужно просто создать именно такой массовый прецедент, что люди просто просят провести в Кировской области конкурентный выбор. Честный конкурентный выбор. Вы весной говорили, что очень активно работают в Кировской области, я не знаю, как это правильно назвать, политтехнологи, которые опрашивают экспертов. Да, 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 экспертные опросы проводились, они и сейчас проводятся. Если взять мой телефон, который я в студию не взял, посмотреть у меня количество звонков, которые на 499 начинаются и больше, чем на 833. То есть очень активно звонят по всем вопросам, которые происходят, по крестному ходу, по тому же. Очень активно собирают информацию. Некоторые для своих целей, некоторые для именно целей продвижения Игоря Владимировича. Приезжают люди, да. Я думаю, это будет продолжаться дальше, только активизироваться. Ну, хорошо, если... Во всякие, во все эти инстанции я тут свою просьбу передаю. Нет, мне просто интересно, а если эти экспертные опросы покажут, что у Игоря Владимировича достаточно низкий рейтинг, то результатом будет что? Результатом будет что? То, господам-политехнологам, которые назначены к нашему в РИО губернатору, будет на команду рейтинг повысить. А как еще? Хорошо, давайте с вами поговорим... И мы увидим какие-то тюлиса необычные щедрости или еще что-нибудь. А, щедрости? Да, почему нет? Занесут денег во все СМИ? И я, кстати, был бы не против. Я промолчу, Николай. Ну да ладно уж. Давайте про парку алых парусов поговорим. Это интересная история, на самом деле. Она, кстати, как раз говорит о том, как работает наша областная администрация нынешняя. То есть мы имеем в одном здании, в одном правительстве, в одном кабинете одного уровня двух товарищей, оба замы губернатора, которые в течение там буквально, скажем, нескольких дней дали совершенно противоречивую информацию. Причем, если один из них, я имею в виду, Илья Александровича Горгимова, сделал это по собственной воле, то, насколько я знаю, утечка из кабинета Луднии Куземской произошла против ее воли. Что еще раз говорит, что не все спокойно в нашем правительстве. Мало кто, по-моему, из тех, кто там работает, верит, что это всерьез и надолго. И поэтому заранее, на всякий случай, делают на два фронта свою работу. Но это, я уже смеялся, когда, помнишь, после праймерис, сразу на следующий день объявили о том, что победитель праймерис по пятому избирательному округу задержан при получении взятки с поличным. Я как раз понял, что этот человек назначенный уже новой администрацией. Я понял, что люди, даже назначенные новые, даже близкие к новой администрации, они верят в то, что она всерьез и надолго. И поэтому делают все сразу и быстрее, пока все это не кончилось. То же самое произошло со сливом этой информации. Но что интересно, вот по идее, да, вот случилось, случился такой казус. Вот один министр сказал, что будет парк, другой министр сказал, что будет что-то у нас, конгрессный центр или что-то, офисный центр. По идее, надо сразу после этого, чтобы кто-то третий собрал пресс-конференцию и сказал, ребята, будет то-то и то-то. И все, шум не успел расползаться. Здесь, вот... Это такая очень благодатная почва для... Да, здесь просто создали все, чтобы эти слухи поползли, чтобы они обросли какими-то подробностями, существами-несущественными, чтобы уже обрисовали там чуть ли не план этого огромного центра, который закроет весь город от солнца и так далее. Это опять было не сделано, хотя это элементарная операция, которая должна делаться. Но помнишь, как сказал Игорь Владимирович, мы слухи не комментируем. Фейк-ньюс? Да, но в данном-то случае фейк создан его подопечными, причем двумя, так красиво очень. Я не знаю, понимаешь, вот сейчас, по крайней мере, сегодня, насколько я знаю, Дмитрий Александрович собирал пресс-конференцию, и в том числе этот вопрос, хотя он не был заявлен в основной программе, был задан. И вроде бы, ну как-то слово парк звучало, но точные такие штуки, что здесь будет парк, и все, как бы не было. С другой стороны, вот насколько сегодня в эфире «Эхо» были представители КССК, да, вроде бы они собираются делать там парк, потому что у них такая договоренность. Ну, у них есть соглашение, да. У них есть соглашение, есть договоренность, они эту работу уже ведут. Но так как парк там планируется на один гектар, а всего там, по-моему, четыре освобождаются площади, насколько я помню. Я могу путать, да, я могу путать. Ну, по-моему, про парк шла речь о том, что под парк отойдет один гектар территории, а три, как бы, их судьба пока не определяна, там есть определенные технические сложности. Поэтому, соответственно, пока вот точного ответа никто и не дал, хотя эта история уже две недели, по-моему, да. Ну, где-то так. А как вы оцениваете сам факт того, что, ну, собственно, один зампред пишет докладную на другого зампреда, это напоминает, ну, вот, как дети в детском саду на друг друга жалуются. Я как раз с этого и начал. Это как раз говорит о том, что все эти зампреды здесь совершенно ненадолго и совершенно случайно, да. Им по большому счету, ни одному, ни другому, вот взять какое-то предложение и, соответственно, обсудить его с теми людьми, которые могут быть в этом заинтересованы, которые за это также отвечают. То есть, вот, межведомственного вот этого сотрудничества, взаимодействия здесь просто-напросто нет. И оно никому, похоже, и не нужно. Потому что каждый старается что-то сделать на своем участке, ладно, а потом придет в сентябре, там разберемся. Вот. Я думаю, что вот это ощущение того, что они здесь все временные, оно присутствует. И в поведении, и вот в этих мероприятиях, и в тех вот казусах, которые происходят. Их не особо интересует, что про них будут говорить там. Мы с тобой, например, будем говорить о теле, их мало интересует. Ну, ладно мы, но есть ведь еще там куча СМИ в Кировской области, оставлять за собой такой бэкграунд зачем? Да ты что? Господи, кто потом об этом вспомнит? Ну, хорошо, есть у меня еще... Очень пренебрежительное отношение к тому, что думают о них люди, оно присутствует. Оно присутствует и в характере общения руководства с представителями тех же районов, да, директивным очень характером, и даже на более высоком уровне каких-то совещаниях, когда некоторые просто участники совещания уходят, просто обидевшись на наши руководства, уходят совещания. Представители районов вы имеете? Не только районов, но и руководители предприятий довольно крупных. Последняя у меня новость, которую я с вами хотела обсудить... А, вот, есть же у нас еще Машногорский, я про него забыла. Ну, мы как раз про него, в принципе, поговорили, но он же уехал. Он улетел уже, он улетел уже, да. Вот он, кстати, еще и в мае, на самом деле, уехал. Слушайте, ну, это смех сквозь слезы, потому что в мае нам говорили, что человек уехал в отпуск. Нам давали... В разгар дорожных работ. Официальный комментарий, да, что человек уехал в отпуск в разгар дорожных работ. Сейчас мы узнаем, что его уволили. Так это было понятно еще тогда. 11 мая, а сегодня у нас на календаре 7 июня. Это что это? Человек уволняют, человек имеет право отгулять свой отпуск, неиспользованно, он его отгулял, после этого уволен, все нормально, а почему нет? Надо же когда-то человеку отдохнуть. Вот он отдохнул, после чего был совершенно спокойно уволен. Все нормально совершенно. Это довольно часто используемая схема, когда люди сначала уходят в отпуск, потом не возвращаются. Слушайте, вы сами сказали, что в разгар дорожных работ увольняется профильный чиновник. Это вообще как? Это вот о том же самом. Это как раз о том же самом. Потому что если бы этот человек действительно приехал в Кировской области работать и был заинтересован в том, чтобы развивать нашу дорожную отрасль, да, наше состояние наших дорог, улучшать и так далее, он бы в любом случае в разгар дорожных работ не уволился, как любой специальный колхоза пока, почерная, он не работает. Это вот к вопросу о том, что уволился, это полбеды, но его же отпустили. То есть почему ему не сказали там, вот поработай, пожалуйста, вот сделай свою работу и тогда увольняйся. Почему он должен слушать такого рода увещевания? Почему он должен слушать? Здесь трудовой кодекс. Ты имеешь право уволиться, там сколько, на две недели, потом, да, и все. Тебя должны уволить, отпустить. Мне кажется, что для профессионала это нормально, довести текущий проект до логического завершения. Для профессионала, который планировал здесь работать, как минимум, да, а не просто деньги пилить, это было бы нормально. Человек приехал, человек посмотрел фронт работы, пожал плечами, мелочь такая, сейчас не связывается. Уехал в другое, более удобное место. Он был явно временно, как и большинство тех, кто сейчас здесь присутствует на справительство. Это все то же самое. Это все истории, как бы, на одну тему. Это все истории абсолютно на одну тему. Хорошо. Национальный план противодействия коррупции. Кировская область прошла в десятку регионов. Которые выполнили свой план. Ну, одновременно, понимаешь, никто же не пишет так же гордо, вот, на сайте правительства, да, мы вошли в десятку. А никто не пишет, что мы вошли в десятку, там, по числу разводов на тысячу браков, например. Мы на третьем месте в России, Юль, по числу разводов на тысячу браков. То есть, чаще, чем у нас, только в двух регионах разводятся, понимаешь? Мы об этом не пишем радостном событии почему-то. Мы говорим о том, что мы классно боремся с коррупцией. О том, что мы больше всех водки потребляем, тоже в десятку входим, умрем там в десятку входим. Мы об этом тоже гордо не пишем. А вот с коррупцией, понимаешь, то, что проверить нельзя. Цифр-то нет. Измерить это невозможно. Хорошо, а на чем составители этих рейтингов тогда основываются? На том, что бывший губернатор сидит? В соответствии с законом вот этим о противовестии коррупции, там, в каждой области должен быть разработан план, должны быть составлены документы, должны быть созданы какие-то рабочие группы и так далее. Они должны заседать регулярно. Вот это все происходит. Бумаги все подписаны, приняты, группы заседают, рассматривают в случае конфликтов, интересов, регулярно сообщения появляются. Прошло заседание рабочей группы по рассмотрению конфликта интересов, приняла на работу такого-то, вот им дано замечание сделано или наоборот рассмотрели оказалось. Вот. То есть это такая классная имитация бурной деятельности. На это почему еще бабки дают федеральную борьбу с коррупцией. Да, понимаешь? Это классно, это мы умеем. Вот здесь мы в десятке. Потому что ничего делать не надо. Надо только составить в соответствии с указаниями федерального центра все необходимые бумаги, создать вот эти самые любимые наши рабочие группы, проводить наше любимое бесконечное совещание, отчитываться о них в нужной форме и сообщать об этом федеральном центре. Мы ведем работу по правительству коррупции. Дело в том, что эта государственная программа, она на самом деле никак не относится к работе оперативных органов. По плану поймать коррупционера невозможно. Даже тот же там директор Крика, хотя его, конечно, планировали. Но, насколько мне эта история известна, там, это уже была вторая попытка, когда его должны были взять. То есть он, на самом деле, начал на второй неделе уже работы в этой организации. Его уже прямо готовы были взять, но его кинули. Понимаешь, там обиды такая. В смысле, обещали взятку и не дали? Обещали взятку и не дали, да, кинули парня. Так, там спецслужбы прямо готовы были его уже взять, прямо через две недели, после начала работы. Все равно в плановом порядке это не делается. Понятно все. И Никита Юрьевич был арестован тоже вне плана, скажем так. Он сильно очень много... Испортил, как бы, карту своим этим арестом. Кстати, у него скоро день рождения. 42 года исполнится, 13 июня. Вот я при всей своей... Не люби к нему как к губернатору, как к человеку, все-таки хочу его поздравить, пожелать ему всего доброго и не подать духу. Ну, Николай, вы можете ему письмо написать. Я не люблю писать письмо. Ну, у нас на этом с вами, к сожалению, закончилось время. Почему к сожалению? Нормально закончилось. Вам уже удаётся мне разговаривать? Нет, мы в десятке по время с коррупцией. Я на таком позитиве просто с радостью выйду из этой спуты. Прекрасно. Это было особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Николай, спасибо вам за эфир. Юля, спасибо большое. Эфир для вас, Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.